Все эти годы на Украине выстраивается мифология, будто ее исторические земли простираются чуть ли не от Карпат до Каспийского моря. И под это подводится псевдонаучная база в виде различных глобусов и карт. И мы решили внимательно посмотреть на эти карты, выяснить, кто их авторы и насколько они соответствуют исторической правде. Этим занимался Артем Широков. Мечты о необъятных территориях, которые якобы исторически должны принадлежать нынешней Украине, продолжают будоражить умы сведомых ура-патриотов. В качестве аргумента они приводят различные этнографические карты, где исконно украинские земли простираются чуть ли не до Каспия. Один из таких шедевров в середине прошлого века нарисовал украинский этнограф Владимир Кубиевич. Он утверждал, что помимо побережий Черного и Азовского морей, Украине должны принадлежать нынешние земли Курской, Ростовской, Воронежской областей, а также большая часть Краснодарского края. Дескать, там всегда проживали этнические украинцы. Однако есть ли у этой теории хоть какая-то научная основа? Все эти украинские националисты разевают варежку на те земли, которые испокон веков принадлежали России, и которую даже сами представители украинской или малороссийской старшины, гетманской старшины, не признавали за Украиной. Действительно, все эти псевдонаучные теории появились лишь в 20 веке. Как известно, в Российской империи никаких украинцев не было и в помине. Русский народ состоял из трех ветвей – великороссы, малороссы и белорусы. Это зафиксировано в первой переписи населения 1897 года. Так с какой стати Кубийович одним махом всех малороссов автоматически записал в украинцы? Показательно, что почти все идеологи украинского национализма сами не являлись этническими украинцами. Вот и Кубийович был поляком, родившимся в 1900 году на территории Австро-Венгрии. Идея стать украинцем пришла к нему после службы в украинской галецкой армии. Сам про себя он писал так. Хотя я стал украинцем, однако польский язык был мне ближе, чем украинский. Я знал лучше прошлое и настоящее Польши, чем Украины. В моем украинском языке было немало полонизмов. С ударением я долгое время не мог справиться. Еще дольше думал по-польски, хотя заставлял себя думать по-украински. Но в своем украинском патриотизме я наследовал польский патриотизм, а поляки были горячими и жертвенными патриотами. Вот только Кубийович никаким жертвенным патриотом не был. Он являлся лишь приспособленцем и пешкой в чужой игре. А в конечном итоге помешался на идее создания соборной Украины из разных частей Польши, Венгрии, Румынии и бывшей Российской империи. Изданный Кубийовичем в середине 30-х атлас украинских и смежных земель ученые того времени всерьез не воспринимали. Использовать, конечно, эти карты как серьезный аргумент не приходится. Это чистый инструмент идеологической пропагандистской работы. При этом Кубийович и не скрывал, на кого он работает. Кстати, за вот этот атлас украинских земель он ведь поплатился. Его исключили из Егелонского университета в Польше. Ну, видимо, даже ученые, которые считали его своим коллегой, после этого, ну, посчитали, что он чуть-чуть тронулся умом. После этого Кубийович перебрался в оккупированную гитлеровцами Прагу, где стал профессором Украинского свободного университета. Однако наука его мало интересовала. Вплоть до 45-го года Кубийович плотно сотрудничал с нацистами, занимал должность главы Украинского центрального комитета в Кракове, где активно лоббировал создание из этнических украинцев дивизии СС Галичина. Он был одним из идеологов создания СС Галичина, абсолютно правильно. И это, пожалуй, самая яркая страница в его биографии. Похабной и постыдной биографии украинского национализма. Так что вылепить великого ученого из нацистского приспешника просто невозможно. Да и те земли, на которых исторически проживало население, говорившее по-украински, это преимущественно западная и центральная часть современной Украины с небольшими городами и глухими хуторами. Скажем, почему мы ничего не слышали об украинских мореплавателях? Да потому что Украина никогда не имела не только своего флота, но даже выхода к морю. Одесса, Херсон, Мариуполь, Николаев – это все русские города, основанные во времена Российской империи еще в 18 веке. И не случайно на этих землях большинство населения говорило по-русски. А все остальные территории Украина получила в подарок от большевиков только после революции 1917 года. Кубьевич был не один и не одинок в этом плане. И, кстати, не самый, как сказать, агрессивно захватчик. То есть были карты Рудницкого еще, значит, где далеко там в Казахстан уходили так называемые этнические территории Украины. А была и есть, сейчас ее пытаются снова возродить, идея зеленого клина о том, что вообще Украина до Дальнего Востока и до Сахалина. Впрочем, с тем же успехом оголтелые националисты из Киева могут мечтать о присоединении к Украине, скажем, территории Канады, где проживает крупнейшая в мире украинская диаспора. Давно пора уяснить. Тот факт, что где-то кто-то заговорил на Суржике, вовсе не дает право сведомым украинцам непременно втыкать в землю жовто-блокитный прапор. Артем Широков, Михаил Дзюба, аналитическая программа «Постскриптум».